Компания Zipato из Хорватии работает на рынке систем автоматизации уже несколько лет. Под своим брендом она предлагает контроллеры, датчики и исполнительные устройства, а также другое оборудование. Интересной особенностью является использование современного беспроводного протокола Z-Wave, а также собственный облачный сервис, фирменное мобильное приложение и возможность взаимодействия с другими системами благодаря модульной структуре решений. В середине этого года производитель представил новое многофункциональное устройство Zipato Tile. Оно сочетает в себе контроллер автоматизации, монитор, панель управления, аудио-видеосвязь и имеет набор встроенных датчиков. Помимо встроенных датчиков есть и встроенные управляемые устройства, а именно два реле для подключения сухих контактов. Устройство поставляется в стильной черной коробке из крепкого картона. В комплект поставки входит внешний блок питания с параметрами 5 В, 1,5 А, монтажный набор, защитная пленка, краткие инструкции на русском и английском языках. Срок гарантийного обслуживания – один год. Контроллер предназначен для эксплуатации внутри помещений. Рабочий диапазон температур составляет от 0 до плюс 40 градусов Цельсия, а влажности от 5 до 95% без конденсации. Основной вариант установки Zippo Tile – крепление на стену. Способствует этому уникально небольшая толщина блока – всего 15 мм. Ширина и высота устройства составляют 204 мм, вес не превышает 600 г. Из проводных коммутаций потребуется только подвести электропитание. В качестве альтернативного варианта предлагается размещение на столе. Для этого применяется откидная ножка на задней крепежной пластине. Корпус контроллера выполнен из черного матового пластика. Существует также белая версия Zippo Tile. На верхнем ребре находятся кнопки регулировки громкости и включения. Лицевая сторона имеет глянцевое покрытие. В центре панели находится сенсорный 8-дюймовый экран с разрешением 800 на 1280 пикселей. На вертикальных полях слева и справа от него разместились по три сенсорные кнопки с подсветкой в виде белых точек. В верхней части панели мы видим окошко встроенной видеокамеры с сенсором 2 Мп. А в нижнем правом углу находятся датчики движения и освещенности. Реализована и работа с аудиокоммуникациями, есть микрофон и динамик. Внутри корпуса встроены сенсоры звука, влажности, температуры и вибрации. Предусмотрена возможность подключения дополнительного внешнего температурного датчика 1-Wire. Все разъемы расположены в нише сзади, что позволяет реализовать скрытое подключение. Здесь мы видим вход блока питания, порт microUSB, два коммутируемых выхода 230 В 1 А, один вход 12-24 В постоянного тока, а также вход для дополнительного датчика температуры. Заметим, что модель оборудована резервным аккумулятором, что позволяет сохранять работоспособность при перебоях в электропитании. Максимальная потребляемая мощность, по информации компании, не превышает 7 Вт. Решение, работающее под управлением Android 5, основано на четырехъядерном процессоре, имеет 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. Для подключения к локальной сети, интернет и облачным сервисам используется встроенный интерфейс Wi-Fi. Также существует возможность подключения интернета через Ethernet microUSB-адаптер. Кроме того, есть интерфейс Bluetooth. Основным протоколом для подключения устройств автоматизации является Z-Wave. В списке дополнительно поддерживаемых протоколов и систем указаны, в частности, Philips Hue, Sonos и Nest. Благодаря высокой интеграции, решение может быть востребовано для множества сценариев, как в самостоятельном виде, так и с подключением к другим устройствам. По сути, модель представляет собой универсальный контроллер домашней автоматизации, способный выполнять сразу много задач. Среди ключевых вариантов производитель выделяет управление светом, систему безопасности, управление климатом и вентиляцией, контроль безопасности людей, требующих дополнительной опеки, видеосвязь, домофон, интерком, информационная панель, сенсорное управление системой автоматизации, запуск приложения Android. Решение поддерживает удаленное управление с мобильных устройств, создание собственных алгоритмов, правил реакции на события, управление сценариями. Благодаря поддержке виртуальных устройств и наличию универсального API можно реализовать взаимодействие нескольких контроллеров между собой. Кроме того, производителем заявлен сервис Cluster, при котором несколько контроллеров будут объединяться в едином интерфейсе, позволяя задействовать в правилах или сценариях устройства разные контроллеры. В данный момент этот сервис находится на стадии бета-тестирования. Продукт представляет собой уникальное решение для систем автоматизации и отличается высокой степенью интеграции. Он способен заменить сразу несколько традиционных электронных систем и при этом обеспечить удобный контроль за всеми функциями и гибкие возможности по настройке взаимодействия элементов системы автоматизации. Благодаря беспроводным интерфейсам и протоколам установить панель в квартире или доме можно и после ремонта.